Благотворительный фонд «Это чудо» и телеканал «Девятка ТВ» представляют социальный телепроект «Мой новый друг». Для любого подростка начало взрослой самостоятельной жизни всегда волнительный и очень ответственный момент. Хорошо, если рядом есть любящие и понимающие родители. Выпускникам же школ, интернатов и детских домов очень нужны наставники. Люди, которые поддержат в трудную минуту, дадут ценный совет и помогут адаптироваться во взрослой жизни. Самое главное в жизни – это учеба. Потому что если нет участия, ты не получишь профессию и ничего у тебя не будет. На занятиях в школе Коля внимателен и сосредоточен. Учится в основном на четырех, хотя, по признанию самого подростка, иногда в дневнике бывают тройки. Тем не менее, ежедневное старание приносит свои результаты. Коля у нас в школе сравнительно недавно, но успехи в английском я для себя уже конкретно отметила. Потому что вначале у нас были тройки, даже в четверти. Сейчас, на данный момент, Коля выходит, скажем, твердым ударником по предмету. Коля уверен, знания, полученные в школе, пригодятся в дальнейшей жизни. Это касается и иностранного языка, и математики. И, конечно, одного из любимых предметов – технологии. Мы там делаем плечики, скалки, толпушки. Несмотря на то, что подросток, в принципе, немногословен и немного замкнут, про будущую профессию он говорит уверенно. Коля уже давно определился, кем хочет стать. Я бы хотел стать автомехаником. Мне нравятся машины, мотоциклы. Ну и, конечно, в планах Николая отдать долг родине и отслужить в армии. Я думаю, что нужно идти, потому что, ну, чтобы обучиться чему-то и потом защищать родину. Служба в армии Колю не пугает, ведь, по его мнению, через это должен пройти каждый мужчина. К тому же физически он подготовлен хорошо и продолжает работать над развитием выносливости. Коля у нас приехал в прошлый год в конце года, и мы сразу же его обладали. Он адаптировался очень трудно, ну, сложно сначала, но в данный момент его дети приняли. У него много друзей, он хорошо себя ведет и учится так, по мере возможностей, неплохо. Ну, спортом, конечно, он занимается не особо так, любительски, но у него очень хорошие успехи и на турниках. Он разные упражнения делает, подъем по реворотам, там, задний выход, в общем, физически он разве так-то неплохо. И педагоги, и воспитатели отмечают, что Коле было сложно привыкнуть к новому месту жительства и новому коллективу, но подросток справился. У нас тут все его полюбили, и что ребята, и воспитатели, и педагоги, он стал улыбаться. Очень доброжелательный мальчик, ласковый, всегда подойдет, спросит, что-то вам может помочь. Ну да, я привык уже, нормально, со всеми подружился, так что все нормально. Сейчас жизнь идет своим чередом. Кроме учебы, Коля с удовольствием общается с другими воспитанниками интерната и не любит сидеть на месте. Гулять люблю, ну, в футбол бывают, ну, на турниках люблю, там, что-нибудь поделать. По мнению самого Коли, в жизни ему помогают такие качества, как доброжелательность и неконфликтность. Ну, дружелюбие, там, то, что я не это, ну, не обижаюсь ни на кого, не обижай никого. Чтобы стать увереннее в себе, Коле нужен наставник. Несмотря на хорошие отношения со сверстниками, подростку не хватает поддержки взрослого умного человека. Ну, чтобы помогал мне в дальнейшей жизни, там, чтобы мне было кому рассказать что-то о себе, чтобы можно было с ним пообщаться. Коле хочется, чтобы будущий наставник был добрым и увлекался техникой. Причем неважно, будет это мужчина или женщина. Пока же мы решили устроить с Николаем небольшой сюрприз. Коля и его приятелем приехали в гости настоящие байкеры. Здравствуйте! Здравствуйте! О, молодцы! Ну, Коля мы уже знаем. Здорово, Коля. Мы приехали к тебе и к твоим друзьям. Мы, ребята, приехали к вам не с пустыми руками. Вот смотрите, значит, какой мы подарок вам приготовили. Я не ожидал, что они приедут. Ну, мне понравилось то, что они приехали. И мне понравилось, как прокатился я на мотоцикле. Рев моторов, позитивные эмоции и новое знакомство. Сегодня у Коли и других воспитанников интерната состоялся небольшой, но яркий праздник. И, конечно, подросток надеется, что и в дальнейшем у него будет все получаться. И что его будут окружать добрые люди, готовые принять его таким, какой он есть, и к которым нужно обратиться за помощью и поддержкой. Другом и наставником выпускников школы-интерната можете стать и вы. Достаточно просто позвонить по телефону 42-36-52 или заполнить анкету на сайте www.наставник43.ru. Специалисты полностью вас обучат и помогут подобрать воспитанника. Для создания видеоанкеты для обучения наставников необходима финансовая поддержка. Вы можете помочь, отправив смс со словом «наставник» на короткий номер 3434.